Студенты Сочинского государственного университета, Института моды и права, а также других СУЗов и ВУЗов города активно проявляют себя в жизни города. Участвуют в различных мероприятиях, конкурсах и акциях. Так, например, представители молодёжного и городского студенческого советов ежегодно становятся инициаторами флэш-мобов против табакокурения. В этом году креативно будет подана обществу ещё одна немаловажная экологическая проблема. В это воскресенье на площади администрации города будут выставлены сотни пар обуви с приклеенной к подошве жевательной резинкой. На встрече с главой города молодые активисты представили ещё несколько интересных идей. Это и турнир по футболу между надсообщинами, вывешивание скворечников и другие акции. А летом вновь перед сочинцами на открытой сцене выступят творческие коллективы города. Этот проект реализует молодёжный совет. В этом году мы планируем продолжать проект «Свободная сцена». Также у нас реализуется проект на профориентацию школьников, называется «За собой». Насколько я помню, он поддержан даже правительством, заместителем председателя правительства Ольгой Юрьевной Голодец. Ну и в целом у нас вообще много мероприятий. Следите за нами в соцсетях. Молодежный совет при главе города Сочи. Анатолий Пахомов с удовольствием поддерживает все идеи активистов и готов предоставить при необходимости финансовую помощь. Кстати, по поручению главы города рассматривается вопрос о введении стипендии мэра. Порядка 20 тысяч рублей ежемесячно будут получать пять самых умных и креативных студентов, обучающихся в СУЗе или ВУЗе любой формы собственности. Чтобы они распределились правильно, законно, честно, демократично. И в этом может участвовать каждый. И критерии вы должны разработать. Кто-то человек сам должен подавать, описать о себе. Кто-то должен подтвердить. Ну, чтобы это было, это сделать нужно обязательно. Помимо стипендий, администрация города рассмотрит и возможность предоставления скидок студентам при посещении всех объектов культуры – театров, музеев и концертных залов. Эти вопросы будут рассмотрены на ближайших сессиях городского собрания. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова